Смотрите, губ трэнспорт у нас бронирует. Аудитория английский. Без иностранного современным студентам не обойтись. Разного рода конкурсы, особенно WorldSkills, предполагают хорошее знание языка. Да и выпускникам, экономистам, правоохранителям, IT-специалистам он тоже необходим. Впрочем, как и подобные суперсовременные лаборатории. За Уралом мы единственное образовательное учреждение, которое имеет такую современную лабораторию. Как раз в этой лаборатории могут в полной степени быть выстроены производственные процессы. Наши студенты, имея такое оборудование, максимально приближено к практической подготовке, которая необходима для предприятий Алтайского края. Это сейчас колледж входит в сотню лучших учебных заведений России, готовит студентов по 14 специальностям и насчитывает почти две сотни преподавателей. В далеком 66-м здесь училось порядка 500 человек. К преподавателям было не больше 40, вспоминает заведующая кадрами Светлана Чагадаева, один из старейших сотрудников. Приняли ее тогда как родную. Мой первый директор, Вячеслав Яковлевич, это уникальный человек, который окружил такой любовью, таким вниманием, и всегда говорил, Светочка, не бойся, не бойся, все у тебя получится. Я тут уже пятый год нахожусь, соответственно, мне все уже как родные, да и я, наверное, для всех как родной. А это уже самый молодой преподаватель об атмосфере в коллективе. Она гостеприимная и душевная. Сегодня была еще и праздничная, и педагогов и студентов поздравляли с юбилеем и вручали награды. Богатство – это не годы. Богатство – это педагоги и студенты. А здесь работает действительно очень слаженный педагогический и студенческий коллективы. Поэтому не зря именно этот колледж сегодня является одним из лидеров нашего профессионального образования в Алтайском крае. Глядя на этих ребят, понимаешь, что кадровый потенциал у нас есть, что вот они, наши будущие специалисты, руководители, общественные деятели. И, ребят, вы действительно получаете достойное образование, самое главное – актуальное. Желаю вам во всем этом успехов и удачи. С праздником! Кстати, об актуальности. По словам руководителя колледжа, одна из главных задач – совершенствовать пространство учебного заведения. Свои проекты по изменению облика могут предлагать и студенты. Нововведения уже заметны. Библиотека изменилась почти до неузнаваемости, и это только начало. Амбициозные планы и по другим направлениям. Основная цель на сегодняшний день у меня как руководителя – это войти в десятку ведущих образовательных организаций, эти сферы в России. Выпускников колледжа уже давно с удовольствием ждут в вузах региона. А многие, еще будучи студентами, резервируют себе места на предприятиях края. Совсем скоро приемная кампания. Промышленно-экономические выбирают сейчас многие. Конкурс по некоторым направлениям составляет 12 человек на место. Здесь это объясняют просто. Колледж современный и продвинутый, несмотря на солидный возраст. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.